Чувах ежегодно просит пересмотреть свое дело. Главный военный прокурор. Владислав Чувах, которого 10 лет назад приговорили к пожизненному лишению свободы за массовое убийство на погранзаставе, ежегодно подает заявление на пересмотр своего дела. Об этом в калуарах Сената сообщил главный военный прокурор Достан Сакенов. От него ежегодно поступают заявления, мы рассматриваем их. Что-то новое по делу не раскрывается. Это может быть связано с какими-то психологическими особенностями. Совершить такое массовое убийство – это необычно для человека. Есть установленный порядок, периодически освидетельствование происходящего, все его жалобы направляются в органы. Экспертиза признала его психически здоровым, но есть особенности личности, отметил Сакенов. Он подчеркнул, что как председатель госорганов и гражданин склонен придерживаться мнения, что если приговор вступил в законную силу после многократных обжалований и каких-то новых доводов не привелось, значит так оно и есть. Я сам участвовал в процессе. Он проходил открыто. Все уголовно-процессуальные нормы соблюдены, и у меня нет оснований полагать о других обстоятельствах, пояснив Сакенов. Массовое убийство на временном пограничном посту Аркан-Киргене случилось в конце мая 2012 года. Погибли 14 военнослужащих, а также местные егери. Выжил лишь 19-летний рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве, но затем от своих показаний отказался. В декабре 2012 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. Между тем ветераны погранвойск до сих пор не верят официальным выводам следствия об Аркан-Киргенской трагедии 2012 года. Почему они считают, что Челах не мог в одиночку убить 15 человек? А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.